Перед началом спектакля необходимо уединиться и настроиться на роль. В гриме, костюме и с текстом. Так наставлял Михаил Ильич своих учеников. Сегодня актерский состав спектакля «Тихий дон» ослушался наставника для того, чтобы признаться мастеру в любви. Год назад Бушнов ушел из жизни, но и сейчас актеры с опаской нарушают театральную дисциплину. Лично меня он выгонял даже из кабинета, потому что он говорит, нужно так. Я говорю, не, мне не так нужно. Он нас сам учил, чтобы мы отстаивали свою точку зрения, и мы это делали. Особый экспонат выставки «Золотая маска». В ряду многочисленных театральных премий эту Бушнову вручили десятилетия назад в номинации «За честь и достоинство». Михаил Ильич прошел войну и долгий послевоенный путь домой, но подвиг для него – явление повсеместное. Он играл спектакль, а его мама была при смерти. Уже вызвали скорую. Он играл спектакль, он доиграл спектакль, он не уехал с первого акта. Он доиграл, а мама дождалась. Он приехал, и она умерла. Ну, так. Иван Грозный, Эзоп, Ленин. Театральная сцена и работа в кадре. Мастерище, человечище. Так, с юмором, но без преувеличения называют Бушнова в стенах родного театра. Близок истинной природе актера – образ Павла Зыкова из Тихого Дона. Многоликий, но преданный. Настоящий донской казак. Отец настолько любит Ростов. Для него Пушкинска, Кировский, Максима Горького, на котором он вырос. Это улицы, от которых… Представьте, как эта часть души ее тяжело оторвать. Последняя роль Михаила Ильича – Фирс в спектакле «Вишневый сад». По сюжету героя забывают в пустом доме, но в жизни актера помнят его ученики и преданная ростовская публика. Ульяна Луценко, Станислав Фоменко, Надону.